Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, когда нам снимать виноград на вино, на какие параметры нам нужно ориентироваться и что нам делать в случае, если виноград вот эти самые параметры не набрал. Да, такое бывает и об этом я обязательно сегодня расскажу. Вообще на канале уже есть видео по схожей тематике, по близкой, но сегодня я решила чуть компактнее собрать всю информацию и, конечно, мы будем с вами разговаривать обо всем с учетом особенностей этого сезона. А что же у нас в этом сезоне? К сожалению, сезон сложный. Мне вот каждый год, когда я снимаю видео, говорю, что сложный сезон. На самом деле мне все время хочется сказать, что наконец-то у нас настал хороший год. Но, к сожалению, вот хороших годов пока что не получается. В этом сезоне у нас очень холодная, затяжная весна. Было холодное начало лета, а осень пришла ровненько по расписанию 1 сентября. Кто-то там обогреватели выключил, очень резко похолодало. Более того, по части республики даже прошли заморозки. К сожалению, вот так. Ну, понятно, что виноград пока что немножко не допирает своих конденсий. Насколько мы сможем ждать, посмотрим. Все зависит от погоды. Ну, теперь переходим к нашей основной теме. На что нам ориентироваться? И даже прежде, чем мы затронем этот момент, вот особенно для начинающих виноделов, я хочу подчеркнуть такую вещь. Вино рождается на винограднике. И хорошее вино можно сделать только с хорошей вызревшей ягодой. Это важно. Конечно, есть определенные технологии, да, когда мы можем немножко что-то улучшить. Мы о них обязательно сегодня поговорим. Но нам все-таки надо постараться максимально собрать ягоду в ее лучшей кондиции. Итак, на что мы ориентируемся? У нас есть два таких основных параметра. Это процент сахара в виноградной ягоде и фенольная зрелость. Что такое сахар вообще в виноградной ягоде и во всем виноделии? Это потенциальный спирт. Вино у нас примерно, ну, такое среднее, да, 10-12 градусов спирта. И, соответственно, идеальный вариант, чтобы виноградная ягода добрала это на кусту. Повторюсь, есть определенные манипуляции. Конечно, можно просто добавить сахара, но это, скажем так, крайний-крайний случай. И не самый лучший. Все-таки мы говорим о хорошем вине, о том вине, который мы делаем с душой, да, для себя, да, неважно, не только для себя. Мы делаем, стараемся, по крайней мере, делать хорошие вины. Так вот, нам надо, чтобы виноград набрал нужный уровень сахара. Итак, какой сахар должен быть? Для белых вин где-то 17 и выше. Для красных вин 20 и выше. Ну, опять же, да, помню, сахар это крепость. Мускатные сорта винограда, вот для них есть такой очень важный параметр. Идеальный сахар, когда нужно снимать мускатную ягоду, когда она достигла своего пика ароматики, это 22. Если мы снимаем позже, там уже идут процессы перезревания, но если снимаем раньше, то тоже там чуть-чуть, скажем так, не дотянуло. Если мы хотим приготовить шампанское по классической технологии, то тоже мы снимаем виноград с уровнем сахара 17-19%. Вот это такие оптимальные цифры. Чем измерить? Есть вот такой прибор, он называется рефрактометр. Он позволяет измерять сахаристость всего лишь по капельке. Мы сюда сок ягодки капнули и посмотрели. Но, измеряя ягоду на кусте, во-первых, нам надо померить несколько ягод сверху грозди, снизу грозди, потому что может все отличаться. Также мы можем попробовать взять ягодку с какой-то теневой стороны. И очень часто бывает, что вот то, что мы померили в ягоде, мы же не померяем все грозди, правильно? Где-то все равно спелость будет разная. Так вот, сахар в сусле итоговый будет где-то на 1-2% ниже, как правило, чем то, что мы намерили в ягодах. Просто имейте это в виду. Смотрите, примерно вот так вот это выглядит. Вот в той ягодке, которую я взяла, у нас сахара 16 с хвостиком. То есть маловато. Еще к такому винограду надо повисеть. Дальше я вам сказала о таком параметре, как фенольная зрелость. Что это такое? И для чего это важно? Если мы хотим сделать красное вино, в таком случае нам надо, чтобы виноград достиг именно этой степени зрелости. То есть не только набрал нужный уровень сахара. При определенной жаркой погоде вот эта сахаристость может опережать эту самую фенольную зрелость. А фенольная зрелость – это зрелость вот этих всех ароматических веществ, которые и формируют красные вина. Если фенольная зрелость не достигнута, то вино получится не таким хорошим. Не могут быть какие-то травянистые тона, какие-то неприятные привкусы. Только вот из-за того, что вот эти самые фенолы, те, которые нам дают ароматику, еще не дозрели. А как нам определить фенольную зрелость? По косточке. Вот смотрите, косточка на моей ладошке. Она еще совсем зеленая. То есть и фенольная зрелость здесь не достигнута. А вот смотрите, второй пример. Здесь косточки уже достаточно коричневые. Косточки с одной ягодки. Но обратите внимание на их носики. Клювики, да? Они еще зеленоваты. То есть идеальный вариант, когда вся косточка полностью будет коричневой. Но пример, к сожалению, показать не могу. Потому что напомню. У нас в этом году отставание. И полностью зрелой ягоды еще нет. Также в последнее время появились комментарии, что степень зрелости можно определить по вызреванию гребня. То есть вот по этой части. Да, это может быть справедливо. И это может работать. Но в южных регионах, в наших северных регионах, в средней полосе. Честно, вот за сколько, наверное, 7 или 8 лет, что я занимаюсь виноделием, я ни разу не видела вызревший гребень. Такая у нас особенность. При этом это не говорит о том, что мы собираем виноград в зеленом состоянии. Нет. Набирается у нас и сахар, набирается у нас и фенольная зрелость. Но гребень у нас не вызревает. Может в южных областях республики такое и может быть. Но в наших условиях. То есть вот у меня, к сожалению, ни разу до такой степени виноград не висел. То есть мы с вами ориентируемся на эти два параметра. И опять же, в наших средних широтах, на что мы еще можем ориентироваться, когда принимаем решение о съеме винограда на погоду. То есть если у нас грядут совсем заморозки, мы понимаем по прогнозу погоду, то после заморозков уже точно ничего не дозреет. И есть смысл виноград снять даже в той степени зрелости, в которой он есть на тот момент. Перемерзание ягоды лучше не допускать. А второй момент. Если у нас идут затяжные дожди. Вот уже к моменту созревания. Потому что что такое затяжные дожди? Первое. У нас ягода может потрещать у тех сортов, которые к этому склонны. И кроме того, когда идут дожди, размывается сахар. Восстанавливается он потом крайне сложно. Вот в прошлом сезоне мы как раз-таки достигли фенольной зрелости. У нас была хорошая вызревшая косточка. Но были вот эти самые затяжные дожди. И виноград очень сильно потерял сахар. С 20-21% до 17-18%. И восстанавливался крайне сложно. Поэтому, если мы по прогнозу видим. Конечно, потом может, опять же, мы можем посмотреть, что дальше. Если дальше хорошая солнечная погода. И мы понимаем, что еще виноград наш может висеть и висеть и висеть пару недель. То, в принципе, конечно, можно не спешить снимать. Ну, если нет риска треска. Но тут такой момент, что долгосрочные прогнозы у нас не всегда оправдываются. То есть тут мы рискуем и так, и так. То есть мы все время находимся в таком балансе. Все-таки что нам сделать? Либо снять чуть раньше, либо подождать. Ну, подождать, что будет потом тоже такое вот, к сожалению, может быть, неприятные сюрпризы. Это особенность наших регионов, особенность наших погод. И что же нам делать, вот в том случае, если виноград кондиции не добрал? Ну, первый вариант мы рассматриваем, когда у нас, в принципе, сахара не добралось. Да? В таком случае у нас, ну, вариант самый простой, самый бытовой, это сахар добавить. Ну, я в начале видео вам сказала, что, ну, на самом деле, это не лучший вариант. Особенно, особенно, если ягода, то есть если сахар размылся, это немножко одна история. Если ягодка не дозрела, это немножко другая история. Потому что, когда у нас не добралось сахара, у нас еще и высокая кислота. В таком случае, да, многие говорят, а, водичкой кислоту разбавил, сахарку добавил. Повторюсь, мы делаем вино. Мы делаем не бражку, да, не спиртосодержащий какой-то напиток, мы делаем хорошее вино. И что мы можем сделать в таком случае? Можем. Виноград снять и поставить его в помещение, где у нас будет 45 градусов. Вы сейчас скажете, а, так это же сложно, как же мне это сделать? Ну, у кого есть баня, это сделать достаточно легко. За где-то двое-трое суток есть возможность поднять сахар от 2 до 4%. Я в прошлом году, я даже оставлю ссылку на видео, я это испробовала на собственном опыте, это не теория. И это действительно работает. Что же происходит при таком нагреве? Кислота, которая есть в ягоде, она разрушается и превращается в сахар. То есть, понимаете, мы убиваем двух зайцев. Вот то, что нам слишком кисло и мало сахара, мы таким приемом все улучшаем. Да, идет небольшое испарение воды, но за такой короткий период оно незначительное. То есть, немножко идет концентрация всех веществ, но она не настолько значительная, как если бы мы применили прием увяливания. При этом избавляемся от кислоты, получаем сахар, получаем хороший, качественный продукт. Дальше. Сахар повысили. Замечательно. Но если у нас не достигнута фенольная зрелость, то все равно у нас вино получается не самого лучшего качества. Что же делать в таком случае? Смотрите, чем, скажем так, ягода более зеленая, вот в плане фенолов, тем нам надо меньше держать ее на мезге. Вплоть до того, что красное вино делать по белому. То есть, сок отжали и поставили бродить. Тогда мы получим хороший, вкусный и качественный продукт. Если у нас совсем косточка зеленая, то я бы рекомендовала делать по белому. Если косточка уже все-таки стала коричневатой, процессы пошли, то мы можем бродить на мезге. Тогда мы сбраживаем, допустим, не 10, а 5. И еще одна такая хитрость. Вот как только у нас шапка поднимается, мы снимаем шапку и снимаем вот эту жидкость. Переливаем все в другую посуду. На дне у нас остаются зеленые косточки, которые нам будут давать вот эти вот зеленые незрелые танины. Понимаете? Мы просто от них избавляемся и все. И это сделать достаточно легко. При этом качество вашего вина достаточно сильно повысится. Сколько держать на мезге, тут все зависит от ваших предпочтений. Чем дольше мы держим, тем вино будет более насыщенное. Чем меньше держим, тем вино будет более легкое. И решение вы принимаете сами. Потому что есть тоже отдельный ролик, да, сколько держать на мезге. Ссылку тоже оставлю. И там периодически возникают вопросы, комментарии, так сколько все же держать. Ну, столько, сколько вы хотите для получения нужного вам результата. Я же не знаю, что вы хотите, не знаю параметры вашей ягоды. Поэтому тут вы ориентируйтесь сами на вот эти два параметра, да. Следующий момент. Если у нас фенольная зрелость все-таки достигнута, а сахар размылся, мы можем те же 45 градусов подержать. И еще мы можем просто увялить. Да, мы уменьшаем выход продукта. То есть, смотрите, у нас дождь пошел, да. У нас ягода набрала лишнюю влагу. Мы ягоду увялили от этой лишней влаги, избавились, сконцентрировали все, что должно было быть концентрировано в этой ягоде. До определенной потери. Ну, мы же делаем хорошо для себя, любимых, правда. Поэтому есть смысл постараться. При фенольной зрелости вот есть смысл именно увяливания. Если ягодка зелий новатая, то увяливать, ну, не совсем есть смысл. Проще вот 45 немножко подержать и все. Тогда все получится. И в завершение. То есть, конечно, идеальный вариант, чтобы у нас ягодка идеально созрела, и мы ее сняли в лучшей кондиции. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Про нюансы я вам рассказала. И еще, смотрите, если ягода не набрала нужных параметров, а в принципе мы уже доходим до такой погоды, нет дождя, нет заморозков, но среднесуточные температуры достаточно низкие, там, днем градусов 10-12, да, ночью, там, 3-4-5. То есть, среднесуточная температура, вообще, когда порядка 10 градусов у винограда, все ростовые процессы и вообще все физиологические процессы, в общем-то, прекращаются. И набора сахаров уже не будет. И созревания уже не будет. Если это, ну, скажем так, разовая акция, да, пару дней, то, ну, в принципе, ничего страшного. Если мы приходим, например, там, условно, к октябрю, да, вот, и настает такая погода, мы понимаем, что уже у нас тепла особого не будет, то держать ягоду на кусте, ну, особо нет смысла. Ну, только если она будет увяливаться. Все. Так, и увялить ее лучше тогда, где-то в доме, в более, ну, теплом месте. Потому что при такой температуре, да, при среднесуточных 10 градусах все ростовые процессы прекращаются. Надеюсь, видео было вам полезно. Желаю вам все-таки хороших кондиций вашей ягоди. Желаю вам хорошего сезона виноделия. На этом с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку «Еще», я вам оставляю все полезные ссылки. Также ссылку на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok